Привет, привет! Алёшка, на проводе тысяча запросов у меня по оплате за товар. Что случилось? Особенно европейские компании сейчас отказываются принимать деньги от россиян, ну, отказываются отгружать товар россиянам. Почему? Потому что, может быть, даже он не санкционный, но просто такая вот ситуация в Европе, что проще отказаться от продаж в России, чем потерять некие, иметь некие проблемы, в том числе своим банком. И поэтому многие говорят, вот как нам бы этот вопрос решить, и таких вопросов много, я просто сейчас расскажу методологию. Ну, для того, чтобы не повторять это каждый раз, вот самое главное, что нужно учесть, существует два подхода к этому вопросу. Подход первый, вы отдаёте нал в Москве или в Питере, и где-то в Европе происходит платёж в адрес вашего поставщика. Это вот первый момент, первый вариант. Нал, и кто-то в Европе платит вашему поставщику. Это абсолютно, в общем-то, серая схема. Стоит она, в общем, достаточно дорого. Вот, всё зависит, конечно, от суммы. Суммы там чаще всего, ну, меньше 10 тысяч никто вообще рассматривать не будет, потому что не окупится даже себестоимость. Вот, но если больше 20 тысяч, то примерная такая процентовка, наверное, ну, в районе 50 процентов, так прикинем. Ну, и плюс, соответственно, все банковские тоже за счёт клиента. Второй подход, очень белый, очень легальный, это то, что вы просто делаете замену своему поставщику, заменяете его на другого поставщика. То есть, деньги ходят официально, вы официально платите прокладки, а прокладка официально платит вашему поставщику. Соответственно, поставщик отгружает товар прокладки, а прокладка потом отправляет в Россию по контракту с вами, по новому контракту импортному с вами. Вот эта схема немножечко дороже по той простой причине, что это, во-первых, официальная схема, и второе, прокладке придётся делать экспортные документы. Ну, это если мы говорим о Европе. То есть, прокладке надо будет закрывать НДС нулевой в Европе, вот именно этой экспортной декларации. Ну и, соответственно, кроме самих всех проводок, сюда нагружается вся эта схема жуткой бухгалтерии, жуткой отчётностью, жуткой перепиской с банком, потому что всё равно в прокладке придётся работать с Россией. Соответственно, эта схема стоит больше 10%, причём прилично дороже 10%, я так вижу по сторонам, смотря 15%. Вот в двух словах. Пока.